Добрый день, Дмитрий Владимирович, как дела ваши? На работу, как на праздник. Это, пожалуй, про него, единственного участкового в Саратове с двумя большими звездами на погонах. Подполковник Коломеец в органах внутренних дел с 1994 года. Через 10 лет оперативная служба в убойном отделе сменилась долгосрочной командировкой. Он видел, как мирное время сменяло военное положение на Северном Кавказе и насколько важна в этом процессе роль участкового. Когда у нас создавался, восстанавливался отдел у Росмартановский, у нас начальник отдела вызвал всех своих друзей, с кем учился когда-то в школе, и сказал, мне нужна ваша помощь. Один из них говорит, ну как я могу тебе помочь? Я этой работы не знаю. На данном этапе мне от тебя нужно только одно, чтобы ты одел форму, взял папку и ходил по селу туда, говорит, и сюда. Больше ничего делать не надо. С тех пор село Гайты – самое спокойное село. Это показывает роль участкового в профилактике и предупреждении преступлений и правонарушений граждан. Боевой офицер вернулся в Саратов в мае 2015-го. И с тех пор главное его оружие – диалог с населением. Владимир – участковый 24 на 7, и даже когда не на работе, всегда на связи. Телефонному общению все же предпочитает личное, а потому оставив в кабинете бушлат, причем налегке он передвигается даже при минусовой температуре, закинув за спину рюкзак, ежедневно обходит свой административный участок. Рассмотрение обращений – индивидуальная профилактическая работа, прием граждан и отчеты перед населением. Это далеко не весь список задач, стоящих перед полицейским. Владимир знает каждого из 4 тысяч человек на закрепленной за ним земле. Среди так называемых «нехороших» квартир есть и те, где его всегда рады видеть. На чай времени не остается, а вот доверительные беседы нужны, особенно с помощниками. Среди таких – старший домов. Они – глаза и уши участкового. Я ему сразу звоню, я с ним и советуюсь. То есть по квартирам ходили мошенники, я тоже к нему, да, вот к вам обращалась. Вот я всегда к нему обращаюсь, правда. И совет прошу, просто совет прошу. И настолько активная женщина, потому что, глядя в окно своей кухни, она увидела, как подозрительные люди гуляют по соседнему Топольчанской, один по крышам. Все остальные соседи, кто ей говорил, говорят, да это, наверное, там интернет тянут. А они, оказывается, не тянули, а срезали эти. Она их выследила, когда они вышли с 19-го подъезда, нас ориентировала, проследила за ними до Топольчанской отряда. В ноябре, на День участковых, Владимир Кламец удостоился очередного признания своего профессионализма. За добросовестное выполнение обязанностей и стабильно положительные показатели в оперативно-служебной деятельности начальник городского управления объявил ему благодарность. О пенсии Владимир Антонович не задумывается. Шутит, что свой пост передаст лишь сотруднику в звании подполковника в хорошей физической форме. И даже приготовил инвентарь, гири, каждый из которых весит 32 килограмма. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов. Продолжение следует...